Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы будем говорить с вами о денежных ограничениях. Наверное, одна из любимейших тем. Все постоянно спрашивают, расскажите, пожалуйста, что же не даёт нам получать деньги, какие ограничения у меня существуют. И я скажу вам так, что, с одной стороны, у каждого из нас есть свой набор ограничений, которые живут в нашей голове, а именно наши мысли создают, в общем-то, ту энергию, которая является либо барьером, либо денежным порталом, через который мы получаем деньги. И сегодня мы с вами рассмотрим некоторые такие барьеры. Я постараюсь эти ограничения побольше покопать, чтобы вам было интереснее, чтобы вы смогли для себя получить непосредственно полезную информацию, ну и, соответственно, подумать и поразмышлять, есть ли эти убеждения у вас, а я более чем уверена, что они есть, и постараться с ними поработать и заменить их на более полезные. Вообще, что такое денежные убеждения? Ну, уже понятно, что это связано со словом убеждением и деньгами. Почему вообще так произошло? Ну, дело в том, что, знаете, все имеют какие-то причины и следствия, и если рассмотреть нас с вами, а в частности наших родителей, которые были рождены в Советском Союзе, однозначно помнят эти времена, мы, может быть, с вами смотрели в фильмах об этом, кто-то знает чуточку больше, да мы знаем с вами такую вещь, что раньше вообще как бы принцип был очень простой, такой коммунистический. Все на всех должно быть равным. Люди не должны выделяться, люди должны носить одинаковую одежду, дети ходят в школу в одинаковой форме, не выделяйся, люби свою родину и так далее. И по сути, жизнь людей была очень предсказуема и прогнозируема, потому что было очень престижно всю жизнь проработать на одной работе, ходить на завод, быть обычным, честным человеком. Но, безусловно, опять-таки, с тех же фильмов мы с вами знаем, что бывало всякое, мы смотрели фильм про стеляк, про фарцу и так далее, и так далее, и мы понимаем, что люди хотели быть модными, кто-то хотел зарабатывать, кто-то хотел жить лучше, кто-то хотел ездить за границу. И так или иначе, история про то, чтобы использовать те блага, которые есть в мире, она существовала. Именно поэтому так боялись, наверное, наших людей выпускать за границей Советского Союза, где можно было увидеть несколько иную жизнь других людей в другой одежде, с другими возможностями. Хотя, конечно, всё это развивается у нас параллельно, но тем не менее. Раньше за границей это была какая-то такая, ну, совершенно другой мир. Я, кстати, в первый раз попала в 93-м году в Италию, и для меня это, конечно, была вообще шокирующая история, потому что я приехала с детским коллективом, и мы жили в семье, вот так как это было принято, детей разбирали семьи, и меня взяла семья, это был двухэтажный дом, на секундочку, двухэтажный дом. И знаете, что меня поразило? Больше всего. Это даже не потрясающая детская комната, которая оказалась мне тогда просто фантастической и волшебной. Это даже не свой собственный сад. Это то, что была тумбочка, большая была кухня, и была тумбочка, где стояли пачечки сока с трубочками, и их было несколько блоков. Для меня, как для советского ребёнка, это было невероятно, потому что мало того, что это пачечки, они стоят в свободном доступе, и их много. И это я в магазине столько не видела в своём городе, сколько я тогда увидела их там в обычной тумбочке. И, конечно, это было для меня предметом роскоши. И я вам хочу сказать, что я помню, когда я приехала домой, я даже начала осуждать это, мол, ну как так, зачем такое расточительство, зачем так много этих пачечек. И ведь человек не будет ценить тогда ребёнок, если он имеет свободный доступ к этим пачечкам. То есть нас так воспитывали. И, по сути, когда начался весь этот переворот, и когда мир начал очень сильно меняться, многие люди не смогли измениться или менялись очень долго и сложно. И мы с вами в большинстве своём воспитывались в эпоху, а многие по привычке продолжают воспитываться так, где нету объяснения тому, почему деньги – это хорошо. Но есть огромное объяснение того, почему деньги – это плохо. И это даже звучит не прямым текстом, а очень часто вложено в подсознательные программы, которые живут у нас. И мы, с одной стороны, считая, что мы очень любим деньги, мы все хотим много зарабатывать, ну что, идиот, что ли, много не хочу? Я хочу, но у меня не получается. Мы не понимаем, что у нас на глубинных уровнях лежат программы, которые отрицают наши деньги, появление денег в нашей жизни. И сегодня я хочу с вами об этом поговорить и разобрать некоторые из них. Ну, пожалуй, начну с конца. Я тут себе сделала списочек небольшой, дабы наш эфир не превратился в какой-то суперогромный. И я начну, наверное, с последнего, которое я для себя отметила. Это то, что деньги нельзя тратить с удовольствием. Деньги нужно копить. Вспомните, всякий раз, когда вы хотели купить или просили родителей в детстве купить то, что вам нравится, например, вот ту белую куртку или вот ту куклу, или вот эту игрушку, родитель всё время вам говорил. Белая куртка – это непрактично. Эта игрушка тебе не нужна. Вот это, без этого можно обойтись. То ли дело купить вещь, которую ты сможешь носить годами, или чёрные брюки, на которых не так будет видна грязь. Игрушку, ну, без игрушки можно обойтись вообще. Нам нужно копить деньги. Представь себе, что завтра что-то с нами случится, что-то произойдёт, и у нас не будет денег за это заплатить. Поэтому мы будем откладывать на чёрный день, и практически в каждой обычной семье есть деньги на чёрный день. Но всё, что связано с удовольствиями, считается роскошью, глупостью. Нас высмеивают, и высмеивают тех людей, которые покупают себе что-то для удовольствия. И сейчас вы можете сказать, Оля, что за бред, о чём ты говоришь, но вспомните, пожалуйста, когда вы сейчас подходите к витрине и хотите что-то купить себе в кайфах. Какую-то помаду, какое-то платье, что-то, что-то, что вам захотелось, что тут же выдаёт ваш мозг. Ты не можешь себе этого позволить. Это расточительство, это глупо, это нельзя, это не для тебя. В следующий раз привязка, о которой я говорила, недавно упоминала, о том, что любая вещь, которую мы хотим себе купить, и которая нам искренне нравится, непосредственно должна быть у нас привязана к какому-то поводу. Так, свет будет периодически выключаться. Помните? Ладно, куплю себе этот свитер, но на день рождения. Ладно, подарю тебе эти духи, но на Новый год. Ладно, я куплю тебе эту куклу, если ты хорошо закончишь школу через 10 лет. Мы абсолютно всё, что мы хотим, удовольствия, ставим себе под запретом. Я сейчас очень хочу, чтобы вы правильно услышали то, о чём я буду говорить, и слушали это не на уровне обычного человека, который мыслит примитивно, а понимали, что я говорю об энергии. Первый момент здесь, на который я акцентирую ваше внимание, это то, что мы воспринимаем деньги как предмет необходимости для того, чтобы выжить. Мы копим на чёрный день, и сами того не подозревая, этот чёрный день в своей жизни проявляем таким образом, потому что мы к нему готовимся, потому что мы готовим деньги на тот случай, когда нам будет плохо, и нам обязательно становится плохо, и мы обязательно, заметьте, радуемся, что у нас есть деньги на то, чтобы теперь себя вылечить или заплатить за больницу, или что-то там ещё решить. И это удивительный момент, потому что поскольку мы не размышляем над тем, как устроен наш мозг и мышление, и над тем, каким образом устроена энергия в мире, мы не понимаем, что мы сами притягиваем то, на что мы копим. Следующий момент в этом же нашем первом убеждении мы акцентируем теперь с вами на удовольствие. Наше удовольствие стоит для нас под запретом. Мы деньги с удовольствием не ассоциируем вообще, потому что если вы посмотрите, то деньги мы в данном случае, мы на них смотрим и думаем о них как о боли. И об этом я буду говорить неоднократно, потому что это ключевая проблема, которая прошита в любом убеждении красной ниткой. Деньги – это боль, потому что деньги – это выживание, это не удовольствие. У меня нет денег стёрто-стёрто для того, чтобы покупать что-то с удовольствием. Вспомните любой платёж, который делали вы или ваши родители, когда они давали вам деньги или вы сейчас за что-то платите, и вы чувствуете, как вы отрываете это от сердца. Я очень хорошо помню мою маму, которая давала мне деньги в школу и в институт. Я клянусь вам, я это помню. Как она давала мне там 5-10, по-моему, даже был какой-то период 50 гривен, я не помню, сколько это тогда было, ну не супер много, но и не супер мало. И она давала мне, и я каждый раз по её лицу, она это давала, это, знаете, такой интересный момент. Взрослый, когда даёт, он хочет чувствовать, какой он молодец, что он даёт деньги. Ну типа я значимый, я могу дать ребёнку деньги. Но в то же время он одномоментно хочет вызвать у ребёнка некое такое чувство, чтобы ребёнку было стыдно брать деньги, но чтобы он ценил при этом, что взрослый ему даёт. Вот я помню это ощущение, когда я беру у мамы деньги, и мне страшно стыдно и неудобно, потому что я чувствую, как маме мама показывает всем видом, как тяжело ей давать эти деньги. Но какая я молодец, что я это делаю. И я помню свои чувства, как я мечтала уйти и начать зарабатывать, чтобы не видеть этого маминого лица, когда она даёт мне эти деньги. Потому что в этот момент я себя чувствовала просто говном. Вот просто я себя чувствовала полной дрянью, вот честно вам говорю. И вот эта вот ассоциация с деньгами, деньги, я говно, вы понимаете, что закладывалось в этот момент в нас, в наши отношения с деньгами? Подсознательно наш мозг говорил, все проблемы связаны с деньгами. Помните, я говорю вам в каждом эфире о том, что наше подсознание очень умное, это наша система самосохранения, но оно считывает наши эмоции. И когда мы страдаем при соприкосновении с деньгами, в прямом или переносном смысле, думая о том, что нам нужно что-то купить, наше подсознание ставит защиту, оно говорит, деньги – это боль и страдания, я буду тебя защищать от них, я не хочу, чтобы ты страдал. И таким образом деньги на подсознательном уровне начинают приносить и вызывать у нас состояние дискомфорта. Отсюда рождаются моменты, что вы боитесь попросить о прибавке к зарплате, что вам страшно сказать клиенту, что у вас поднялись цены, что когда вы хотите назвать цену выше за свои услуги, вы называете цену ниже, чтобы клиент от вас не ушел, потому что денежная программа страха очень мощно в вас живет. И это вы не понимаете, почему, откуда эти корни. Я же… Нет, я люблю деньги, я хочу деньги. Если деньги к вам не приходят или приходят очень тяжело, это первые ниточки, которые я вам дала. Давайте сразу же перевертыш. Что делать? Приучите себя к простым вещам. Первое. Любые деньги, которые вы видите и принимаете, принимайте их с удовольствием. Пересчитывайте свои деньги. Если у вас есть сейчас физические деньги, что-то снимайте с карты, чтобы физические были. Разговаривайте с ними, любите их. Каждый платеж, который вы совершаете, любой, давая деньги ребенку, оплачивая счета, покупая хлеб в магазине, покупая себе вещь, приучите… Это не так просто. Приучите себя радоваться, когда вы отдаете деньги. Говорите себе мысленно, какой я молодец, что у меня есть деньги, я могу купить сейчас этот вкусный хлеб. Как здорово, что я могу моему ребенку давать эти деньги. Малышка, пусть эти деньги принесут тебе удовольствие и радость. Потрать их так, чтобы тебе было кайфово. Мама, ну это только деньги на маршрутку. Так проедься на маршрутке с улыбкой. Представляешь, есть такие дети были, они ходили пешком в селах, а у тебя есть деньги на маршрутку. Это же как здорово. А когда ты вырастешь, у тебя будет своя большая машина. Не вызывайте у своих детей чувство вины. Не рассказывайте им, как же тяжело, вы достаете эти деньги и тратите на них, а они такие неблагодарные. Они не понимают этого, но вы засаживаете в них яд. Яд, который будет, когда они вырастут, начнет их изнутри съедать, так как съедает нас с вами или съедал, если мы с этими программами поработали. Поэтому обязательно приучите своих детей радоваться и говорите, если ваш малыш говорит, мам, у меня не хватает денег, и говоришь, ничего страшного, ты заработаешь, у тебя хватает денег, просто пока не на это. Давай с тобой вместе подумаем. Учитесь любыми словами вызывать у детей эйфорию и радость от денег. Если вам надо сильно пострадать по поводу денег, и вы ничего не можете с собой сделать, пострадайте где-нибудь в другой стороне. Никогда не говорите детям, что деньги – это тяжело, это просто капец, как мне это достается, что ты неблагодарный. Забудьте об этом. Это принесет пользу не только вашим детям, но и вам. И еще раз, все, что вы покупаете отныне, покупайте, пожалуйста, с удовольствием. Любой платеж, который вы перечисляете на карте, делайте это с удовольствием. И говорите, я плачу сейчас за то, чтобы в моем доме было тепло и хорошо. Я плачу за вкусный ужин. Я плачу за классную атмосферу в ресторане, где мы только что посидели. Я плачу сейчас за опыт. Мне не очень это понравилось, но зато я получил классный опыт. И этот опыт я ценю. Приучитесь думать с удовольствием о деньгах. Встречайте деньги с удовольствием. Не со словами, бля, как мало. Ну почему? Да я уже все эти деньги потратил. Нет. Принимайте их как самых дорогих гостей и учите себя радоваться этому. Вы увидите, что когда ваши деньги почувствуют себя желанными, желанными в вашей жизни, им понравится приходить к вам в гости. Это вопрос энергии. Вы можете в это верить или не верить, но так это работает. Поэтому, пожалуйста, давайте перестроимся на это. Когда вы идете и выбираете что-то покупать, спросите себя честно, почему я это покупаю? Нужно ли мне это покупать? Хочу ли я это на самом деле? Научите себя покупать не практичное, а то, что вам хочется. Наконец-то! Может быть, впервые в жизни. И если вам хочется этот розовый свитерок, и пусть он не такой практичный, купите его себе. Кайфаните! Перестаньте скупать баночки дешевых ненужных кремов, если вы мечтаете о каком-то дорогом. Приучите себя покупать что-то одно вместо десяти, но то, что вы на самом деле хотите. Тогда ваша ценность, вот вашего этого капитала, будет у вас возрастать и вызывать кайп. И каждый раз, когда вы будете брать эту вещь в руки, баночку или что вы там купили, вы будете чувствовать себя кайфово. Вы будете понимать, какой я молодец. Это очень и очень важная связь, которую вы должны установить. Едем дальше. Второе убеждение. Деньги могут сделать меня другим человеком. Причем здесь это? Вообще я об этом не думаю. Это неправда. Сейчас я заблокирую этого активного сексуального жеребца. А то он очень-очень-очень активный. Причем здесь другие люди. Дело в том, что действительно очень часто такое происходит, что когда человек начинает больше зарабатывать, естественно, он меняется. Потому что если он зарабатывает больше, значит, он мудреет, умнеет, возможно, становится больше занят, у него появляется некое другое окружение, с которым он растет. И окружение, которое находится рядом с вами, видит, что вы начинаете меняться. Людям очень сильно не нравятся изменения. Очень не нравятся. Вне зависимости от того, что происходит с вами. Вы можете говорить, ну как, ну мне же стало хорошо, порадуйся за меня. Люди не любят изменений. И если вы раньше проводили много времени дома, например, или с близкими, или с друзьями, а теперь не можете, то они всегда будут недовольны и будут вас в этом обвинять. И будут говорить, что такое, ты не можешь с нами, у тебя нет времени пива попить? Жена будет говорить, у тебя нет времени со мной на ребенка? Ты говоришь, ну я стал зарабатывать в два раза больше денег. Она говорит, ты все сводишь к этим деньгам. Мне не деньги нужны, мне ты нужен, мне твое внимание нужно. Женщина в этот момент начинает, значит, что-то не то происходит. Родители, тебе теперь некогда позвонить. Не такого сына я рожала, чтоб теперь ему не было времени на родную мать. Вот как деньги портят человека. Эти убеждения закладываются долго. Непонятно, почему и откуда у людей есть такое количество страха, когда кто-то начинает меняться, даже если это любимый сын или дочь, но многие эгоистичные родители, друзья, родственники, сотрудники начинают активно прессовать тебя тогда, когда ты начинаешь зарабатывать больше. Первым идет в ход очень простое обвинение, с которым я в свое время столкнулась. Ты стала другой, ты зазналась, ты стала выше. Раньше ты была проще, с тобой было приятнее общаться. Это происходит не потому, что зазнались вы. Это происходит потому, что человек раньше находился с вами вот так, а когда вы начали подниматься, он оказался здесь. И он, глядя на вас сверху, естественно, видит вас выше. Это не вы стали над ним специально. Он просто по инерции остался на том уровне, где, в общем-то, он и был. И он, не желая двигаться к вам, двигаться к вам, это значит совершать какие-то усилия, это значит что-то менять, это сложно. Он активно бросает в вас помидорками гнилыми с холодильника, купленные в форе по скидке, для того, чтобы каким-то образом вы вернулись на место, чтобы он не чувствовал это больно, чувствовать, когда кто-то становится лучше, чем ты. И этот человек начинает вас в чем-то обвинять. И первое обвинение, которое вы слышите, что вы зазнались, что вы что-то не то теперь знаете, раньше вы были лучше, вы утратили человеческие качества, запомните. Если кто-то начинает вас обвинять, то проблема с этим кем-то. Не вы же обвиняете их в том, что вы растете, а они стоят на месте, вы же не приходите и начинаете кричать им, что вы стоите на месте, почему вы так мало зарабатываете, почему вы никуда не двигаетесь. Нет. Это происходит с людьми. Это такой себе первенький момент, на который стоит обратить внимание. Многим людям начинает становиться страшно, потому что часто ты понимаешь, что партнер, с которым ты, например, находишься, мужчина или женщина, перестают быть тебе интересны. У вас меняются взгляды на жизнь. И это изменение для многих становится ступором. Человек как бы стоит на распятии и не понимает, стоит ему идти дальше и отрываться еще больше. Или, возможно, он делает неправильно. Он сейчас обижает близких людей. Близкие люди чем манипулируют? Ты выбираешь деньги, ты выбираешь карьеру, ты выбираешь славу вместо меня. Я тебе уже больше не нужен. Это речь слабого человека, который ничего больше сделать не может, который не хочет меняться, не хочет ничего с собой, со своей жизнью делать. И он активно пытается так... Сейчас, ребята. Он активно пытается каким-то образом вернуть, потому что постоянства для таких людей очень важны. Именно поэтому люди так любят быть наемными сотрудниками. Именно поэтому многие до сих пор одержимы историей про пенсию. Людей действительно интересует их. Как это называется? Книжка забыла. Рабочая хотела сказать. Ну, в общем, вы поняли меня. Трудовая. О, вспомнила. Трудовая книжка. Людей действительно заботит, будет ли они получать потом какие-то крохи на хлеб или не будут. То есть это то, что вообще меня как бы поражает всегда. Поэтому помните о том, что если вы начинаете меняться и вас останавливает то, что теперь вам кажется, вы становитесь плохим человеком, потому что люди не хотят вас поддерживать, это говорит только о том, что это люди, которые не готовы развиваться. И в данном случае стоит вопрос не в том, плохой вы или хороший, а в том, готовы ли вы деградировать или вы хотите идти вперёд. Поэтому если вас останавливает то, то, что другие люди, им это может не понравиться и быть неприятно, просто понимайте, что это за люди, с кем вы рядом находитесь. Абсолютно естественный процесс того, что когда вы развиваетесь, люди, которые находятся рядом с вами, либо развиваются вместе, либо остаются, и вы приходите к новым людям. Это объяснение того, почему люди разводятся, это объяснение того, почему люди меняют работу, меняют бизнес-партнёров, меняют города, меняют окружение, меняют дома, в которых они живут. Это всё объясняет это. Поэтому никогда, если вам становится страшно из-за того, что ваш близкий человек говорит вам, что если ты будешь это делать, я с тобой не буду, или ты очень изменился, ты стал другим, просто понимайте, что вы выросли, вы выросли, и всё. И это нормальный, естественный процесс эволюции, когда мы растём. Я очень часто рассказываю про парня, мой муж ненавидит эти истории, прости, Сергей, придётся ещё раз, ты сам меня выбрал с жёны, про парня, с которым у меня были длительные отношения, и мы были с ним вдвоём в шоу-бизнесе. И в какой-то момент, когда мне было 22, я поняла, что мы, наверное, в шоу-бизнесе, много денег в украинском не заработаем. И я ему предложила открыть детскую школу шоу-бизнеса, потому что он, у него было очень известное лицо, он был звездой шоу-бизнеса на тот момент, и его очень любили богатые дяди. Ну, не в том смысле любили, вот им нравилось, что у них в окружении есть такой дружок, я называла его шутом, потому что он любил быть в караоке с ними, в казино, знаете, такой себе, Иванушка Интернешнл. И у всех этих дядек были дети, и я ему сказала, слушай, давай откроем школу шоу-бизнеса. Многие родители, тебя многие знают, и на тебя будут хорошо приводить детей. Мы будем снимать детям клипы там, ну, точно так же, как взрослые за все это платили, за своих жен, там, ну, как бы, в основном жен, любовниц, точно так же будут платить за своих детей. Давай сделаем с тобой такую историю. Я помню, как я разработала бизнес-план, как я даже сидела что-то в дизайне работала, у меня даже блокнотики до сих пор эти сохранились. И я очень мечтала об этом, он мне говорил, да, какая классная идея, давай, давай, но прошло там какое-то время, и он ничего для этого не сделал от слова совсем. И недавно, когда я пересекла с ним в социальных сетях, вот, периодически это происходит, я поняла, что ничего в его жизни особо не изменилось, кроме того, что он перестал быть звездой, и никакого бизнеса у него быть в принципе не могло. И вот сейчас, глядя на него и на себя, я понимаю, что насколько огромный между нами разрыв, и какая я молодец, что я поняла это рано, ушла из этой всей истории, и живу совершенно своей жизнью, а ведь могла, как бы ссылаясь на большую любовь и на то, что своего партнера нужно поддерживать, остаться в этом говне и быть глубоко несчастной. Едем дальше. Чего? Ага, следующий момент, без денег было бы лучше. Что это за убеждение? Это как раз с первой нашей истории, которую я начала, о том, что когда у вас с деньгами ассоциируется очень много боли, потому что вам все время эти деньги, все от вас их хотят, вам везде их нужно платить, и вы получаете зарплату, или вы занимаетесь бизнесом, и вы все время понимаете, что вы тратите больше, чем вы зарабатываете, начинает складываться очень дискомфортное ощущение в контексте денег. Иногда вы думаете как бы про себя, немножечко в шутку, нахрена вообще эти деньги нужны, деньги портят людей, вообще было бы гораздо лучше, если бы просто люди жили, и каждый бы оказывал свои услуги, и мы бы могли всем меняться. У вас были такие мысли? У меня такие были в голове. Зачем вообще это придумали? Они все сильно усложняют, и деньги не дают мне быть чистым человеком. Из-за денег я должен проявляться, быть агрессивным, быть желчным, мне должно чего-то не хватать. Вот классно было бы, если бы их вообще не было. И вот эта шуточная фраза, которая у вас в голове начинает жить, она порождает некую энергию, опять-таки, негатива в сторону денег. То есть вы сами того не замечая, начинаете вырабатывать все время негативную энергию. Деньги – это боль, это страдания, и это негатив. И когда вы начинаете замечать за собой, что каждый раз при слове «деньги» вас начинает коребить, а еще вас начинает коребить, когда кто-то рассказывает о своем успехе, что он зарабатывает деньги, когда ваша подруга рассказывает о том, что у нее что-то хорошо, когда она рассказывает о том, что ей что-то подарили, или ваш друг говорит, что у него классно пошел бизнес, или его повысили, у вас начинает внутри быть такой, знаете, неприятненький осадочек. Вы вроде бы как, ну, вроде же рады за него, это же ваш друг, но тем не менее вы приходите домой и какую-то шуточку про этого человека отпускаете. Когда вы смотрите эфир чей-то, например, мое видео там, или чей-то инстаграм, вы ловите себя на том в какой-то момент, что вас что-то бесит в человеке, когда он говорит о материальном. Когда он показывает тому, я купил там, сейчас все начнут показывать новый телефон, 12-й Max Pro, который стоит, я вот посмотрела, кстати, информация от 50 с чем-то там тысяч, до 70, 512 мегабайт. Интересно даже, за сколько он сейчас зайдет, я уже просто забронировала на нескольких сайтах предзаказа, они еще не появились, интересно, по какой цене он к нам дойдет. И если вы начинаете возмущаться, о боже, почему так это дорого стоит, что за дебилы их покупают, и потом вы видите, что ваш друг этот дебил, его купил, и вы начинаете его высмеивать, мол, дебил, купил похвастаться, вот это тоже ваша антиэнергия по отношению к деньгам. Не ждите, что деньги начнут к вам заходить с этим. Это означает, что у вас с деньгами личная неприязнь. У вас на них агрессия стоит, потому что они вас достали, потому что вы внутренне ассоциируете свои жизненные неудачи с деньгами, потому что если бы не эти деньги, вы бы могли быть вполне успешным и состоятельным человеком, но женщина, которая вам нравится, вам не дает, или ваша жена вас пилит, или вы живете не в том доме, в котором бы вы хотели жить, потому что вы не знаете, как заработать такие деньги, и вообще эти гребаные деньги, кто их придумал. Это очень такой серьезный момент. Еще у многих людей, вот к следующему убеждению переходим, не в деньгах счастья. У многих из нас были какие-то истории, мы ведь с вами ловим убеждения не только из собственного опыта, мы составляем наши убеждения из опыта людей, которые нас окружают, или людей, о которых мы слышали. И в детстве, например, когда мама рассказывает какие-то истории, или ее подружка приходит на кухне, мы с вами огромное количество убеждений в себя заталкиваем, сами того не понимая, подслушивая мамины разговоры. Вы любили слушать мамины разговоры? Я обожала слушать мамины разговоры с подругами. Это было мое любимое развлечение. Я скажу вам больше. По сей день, когда мама приезжает ко мне или я к ней, я спрашиваю у нее про теть, которых я уже не видела сто лет, которые, по сути, уже для меня, наверное, и не совсем-то тети. Но я все равно спрашиваю. Это как некий сериал, который из детства, значит, кружит в моей голове, какими-то там представляемыми образами. И история о том, например, когда у меня такое было, когда, например, была мамина какая-то подружка, например, назовем ее Маша, и Маша жила с Борей. И Боря в какой-то момент поднялся в бизнесе. Раньше так говорили, не знаю, как сейчас говорят, поднялся. И когда он поднялся, у него появилась какая-то Катя, к которой он ушел. И у этой Маши она сказала так, что если бы не эти деньги, наша семья была бы полной. И там мой Марик рос бы с отцом. А так из этих гребаных денег мой сын не знает полной семьи, я несчастная женщина и ненавижу его. Что получается у вас? Вы понимаете, что деньги – это опасность. Потому что если деньги появляются, если деньги появляются, то кто-то может уйти. Вы можете потерять человека. Я вам скажу даже так, что я в свое время, у меня была такая жизненная история с моим мужем. Расскажу вам сегодня. У Сережи были некие активы, когда мы с ним поженились. У него были какие-то активы, он там что-то продавал. Ну, в общем, в итоге мы все попродавали. И у него был торговый центр. И однажды доля в торговом центре в России. И однажды он приезжает, мы где-то были, и он мне говорит, Оль, я хочу продать эту долю в торговом центре и купить нам квартиру, аванс внести за квартиру, которую мы хотим. Или купить, не помню. И я обрадовалась очень, говорю, здорово, давай. И так получилось, что мы каким-то чудом очень быстро продали эту долю в торговом центре. И когда он получил деньги, он положил их в банк, там, не помню, в один или в два. Я ему говорю, так давай квартиру покупать. И я как сейчас, помню, как мы сидели в машине, он мне говорит, ты знаешь, я хочу, чтобы... я сейчас не уверен, хочу ли я покупать квартиру. И я и так с тобой как бы живу, у меня ничего нету. Я в этом городе вообще чужак, я из России. Я хочу, чтобы у меня был свой капитал на всякий случай. Я ему говорю, на какой всякий случай? Он говорит, ну, на тот случай вдруг вот я захочу от тебя уйти, а у меня и денег нету. У тебя бизнес типа есть, тебя все знают, а у меня и денег нету. Я помню, как я вообще охуела в этот момент. И как у меня в голове такое, я думаю, блядь, иметь деньги, это опасно, потому что тогда мужчина может от тебя уйти. Потому что когда вы вместе с ним сидите в одной лодке, связаны с ним одним финансовым капиталом, вы сидите в одной лодке. А когда у него есть свой бюджет и свои деньги, он становится, как говорит мой Сергей, свободным орлом. И я думаю, что это одно из убеждений, которые и не дает нам по сей день наши бюджеты с ним развести. А знаете, что случилось потом? А потом была очень интересная вещь, потому что потом начался какой-то супер, опять кризис, скачок доллара, и Сережа потерял 120 тысяч долларов в банках. Вот сумму, которую он там оставил, минус 120 тысяч долларов мы снимали с карт, наличкой откуда-то там, загребая эти деньги, потому что банки просто закрывались, как вот эти, знаете, фейерверки, когда показывают фильмы, когда подходишь к дому, а он уже... Вот то же самое было. И я тогда сказала ему, это тебя вселенная наказала, потому что ты обещал, что это деньги, по которым пойдут на нашу квартиру, ты так не захотел. Но тем не менее, вот такое убеждение было во мне, и я так понимаю, что оно откуда-то тоже жило, что гораздо лучше, деньги могут испортить отношения, и лучше, когда этих денег нет. Поэтому откуда у вас может быть, что не в деньгах счастье, это скорее всего спрятанный какой-то страх, когда вы понимаете, что из-за денег есть проблемы, либо родители в детстве очень часто ругались из-за денег. Вы слышали, как мама кричала папе, что вот там нам не хватает денег, вот там, значит, у нас есть какие-то супер проблемы, там ты там гад, или там мне нечего купить ребенку, или нечего есть. Я помню период в своей жизни, когда мама решила проучить папу и перестать зарабатывать деньги. И когда у нас были сухари, я недавно рассказывала Сереже об этом, так ревела, вообще что-то вспомнила, так как у нас были сухари, ничего не было. Вот мама немножко решила это дать заднее, заболеть. В общем, был очень страшный период в моей жизни, когда я была очень стрёмной. Я была уже взрослая, была в десятом классе, и в общем это было стрёмно. вот, поэтому с деньгами могут быть зашиты очень разные убеждения, и мы должны понимать, что они просто зашиты, и это не означает, что эта программа правильная. Дальше, погнали дальше. Чтобы заработать большие деньги, нужны деньги. Эта история, конечно же, начинается корнями своими из бизнеса. Я знала большое, я занимаюсь бизнесом много лет, я обучала бизнесу очень много лет. И ко мне постоянно заходили вопросы на тренингах, на любых ивентах, на тему того, что вот как начать бизнес, если у тебя нет денег, это же невозможно. Кто-то писал мне, ну хорошо вам, конечно, сидеть тут в прошоке и рассказывать, значит, о том, как делать бизнес, а у меня нету начального капитала. Это абсолютно ошибочное убеждение, что для того, чтобы разбогатеть, нужны деньги. Я вам хочу сказать, что когда-то делала интервью с Владимиром Спиваковским, есть такой интересный очень человек, и он сказал мне, ум заменяет деньги. И я взяла эту фразу к себе на вооружение, потому что это действительно так. Потому что, поверьте мне, для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы построить какой-то бизнес по зарабатыванию денег на сегодняшний день, особенно с нынешними возможностями, деньги, по сути, не особо нужны. Куда важнее ваши качества. Проебать денежки можно любые. И если я уже об этом все время говорю, если вы не предприниматель по природе своей, если вы не желаете этому учиться и развивать в себе эти качества, то вы не умеете думать, то никакие деньги вам не помогут. И на сегодняшний день никому бы я не рекомендовала начинать свой бизнес. Вот люди, многие считают, что бизнес – это обязательно. Вот нужно открыть ресторан, и тогда это бизнес. Не понимая, что, например, ресторан – это зачастую вообще не про бизнес. Ну, вообще не про это. И это как раз момент ограниченного мышления человека, его неразвитости, его неграмотности, его неумению думать. На самом деле, деньги не имеют отношения к бизнесу. И если вы в себе не выработали навык предпринимателя, навык зарабатывать деньги всегда, навык быть крутым продавцом, потому что предпринимательство – это всегда чистая продажа, вам все время необходимо что-то кому-то продать. Вам необходимо продать наемному сотруднику свою работу, так, чтобы он захотел ее выполнять круто, вам необходимо продать себя подрядчику, чтобы он захотел дать вам более крутые услуги, вам необходимо продать себя своему клиенту, безусловно, для того, чтобы он даже не то чтобы купил, а захотел к вам зайти, или захотел вас послушать, или захотел прийти к вам на эфир, или захотел что-нибудь вообще захотел, оставить вам свой контакт, поставить вам свой лайк, вам все время нужно работать над этим. И если вы не умеете делать этого, то поверьте мне, получив кучу денег, которые обычно люди вкладывают в нечто неживое, в какой-то магазин, помещение, в какое-то, во что бы то ни было, поверьте, это не имеет никакого отношения. И когда вы начинаете говорить о том, что я не могу заработать денег, потому что у меня нет денег, это говорит о том, что у вас просто нет мозгов предпринимателя. В противном случае вы бы так никогда не говорили. Вообще, меня всегда поражает, что ни у кого не возникает, например, желания и мыслей, придя в тренажерный зал, прийти и взять сразу самую большую гантелю, да, ни у кого такого нету, или поставить самый большой вес на тренажере и пытаться его тянуть. Все приходят и говорят обычно, ой-ой-ой, я первый раз, мне, пожалуйста, по-маленькому. Но в бизнесе все представляют себе, что бизнес – это сразу же, вы знаете, открыть автосалон «Мерседес», построить огромный дом вот сразу на 155 этажей. То есть вот Сережа мой, например, он начинал свой бизнес, он был сотрудником наемным, государственным, и однажды они с друзьями решили там чем-то заняться. У них были какие-то там зарплаты, сбережения, они собрались, и они построили ларек, обычный такой ларек, в котором что-то там продавалось на остановке, и продали его. На ту сумму, которую они продали, они смогли построить следующих два ларька. И потом пошла тема со стройками, с ларьками, и потом они дошли там до торговых центров, но вот он рассказывал, как они это все придумывали, как они сначала продавали, получали с людей деньги, в этот момент что-то оформляли за заработанные деньги, которые люди платили, они начинали стройку и в конце зарабатывали. Это всегда вопрос мозгов, вопрос связей, вопрос умения в устраивании отношений. Связи – это ведь тоже как? Познакомился, есть у вас такой навык налаживания партнерских связей и знакомств? У меня, например, нет такого навыка. Я тяжело иду с людьми на контакт, и в основном я люблю, когда люди идут на контакт со мной, нежели выставляться первой, потому что у меня это плохо получается, у меня есть другие сильные навыки. Так вот, в предпринимательстве крайне важно понимать, да и вообще в жизни, какие у тебя есть сильные навыки, и прокачивать свои сильные стороны, потому что тебе не нужно делать то, что делают другие, то, что получается у других. Тебе важно найти свое, свой уникальный талант, свои возможности, и тогда ты можешь быстренько двигаться. В предпринимательстве важна скорость, 100%. Сегодня, если вы медленный, вы умираете быстрее, чем ваша идея вообще может родиться. В предпринимательстве важен напор, в предпринимательстве важно уметь создавать стратегию и быстро по ней идти. В предпринимательстве важна мобильность, поэтому классно, когда вы маленький. Потому что, когда вы маленький, вы очень быстро в нынешние времена можете менять свою стратегию. Когда вы огромный, да, что-то произошло, вы не можете очень быстро реагировать, потому что вы как огромный поезд, понимаете, вам нужно, там у вас куча отделений, там куча людей, куча всяких еще бумажек, с которыми вы связаны. Когда вы маленький, вы все, бум-бум-бум-бум-бум, очень быстро реагируете на все. В предпринимательстве это крайне важно. Ну и так далее, качеств очень много. Самое главное, это неубиваемость. То есть, если для вас любой щелчок по носу это смерть, нехрен вам сюда идти. Неубиваемость, непотопляемость, вот такое, знаете, очень сильный набор. Потому что люди мягкие, люди неамбициозные, люди, которые долго принимают решения, люди, которые думают сильно много, размышляют там. Это не про предпринимателя современного. Вы умрете быстрее, чем вообще куда-нибудь сможете полезть. Поэтому история про деньги и про то, что большие деньги нельзя заработать, это абсолютная глупость. Большие деньги можно и нужно зарабатывать. Вопрос, через что я буду их зарабатывать? Как я буду их зарабатывать? Это немножко тема другого эфира, но все-таки есть два основных хода, которых я замечаю. Первое, это то, когда мы просто ищем, где зарыты деньги. Я называю это стратегией бананов. Точнее, стратегией обезьян, наверное. Это история про то, когда мы ищем, на чем можно заработать деньги. Что там сегодня актуально? Шапки? Сегодня продаю шапки. Завтра санки? Продаю санки. Послезавтра сапоги? Хорошо. Что там еще сейчас? Шины? Буду шины. Это история про то, чтобы что-то делать и собирать какие-то деньги. Есть вторая история. Это история про то, что я умею делать что-то круто. Раскопать, что именно я умею делать круто. И зачастую это бывает даже не ниша. Я хороший художник. Или иногда это просто крутой навык. Иногда вам не нужно создавать свой мегапродукт, разрабатывать упаковку, стратегию. Вы просто крутой продавец. И вы можете зайти в какую-то тему, причем выбрать эту тему, потому что если вы крутой продавец, вам по сути все равно, что продавать беляши или дома. Разница только в ценниках и в том, сколько вы будете зарабатывать. Не гнушитесь своими навыками. Очень часто люди лезут в предпринимательство без предпринимательских жилок, но при этом имея идеальные навыки, с которыми вы можете где-то реализоваться. И часто человек говорит, я могу зарабатывать много, только если у меня будет свой бизнес. С одной стороны прав, с другой стороны нет. Есть огромное количество псевдобизнесов у людей, у которых есть деньги. И они, например, делают там, я не знаю, ну вот недавно мы с девчонками встречались из Биг Клаба и рассказывали про какую-то танцевальную школу в Киеве, где девочка, имея бабло, сделала шикарный танцевальный зал. Но сделала все так, как вообще с позиции бизнеса это нерентабельно 300 тысяч раз и никогда не отобьется. Но это история про ее душу. Но тем не менее, ей хотелось бы, чтобы там были люди. Представьте себе, что вы приходите в такую школу и говорите ей, там, Маша, давай я могу наладить продажи. И начинаете делать, и в этот клуб приходят люди. И вы говорите, Маш, ну я смотри, буду этим заниматься, но я прихожу к тебе не как наемный сотрудник за 10 тысяч гривен зарплату, а прихожу к тебе на процент, 50 на 50, все, кого я привожу, вся эта прибыль мне 50 процентов. Поверьте мне, Маша вам скажет, супер, давай. И получается так, что на Маше весь гемор, все затраты, которые были связаны с вот этой всей историей. То есть Маша это все взяла на себя, вам не нужно этого ничего строить, вы просто чистыми забираете свои 50. И ни в одном бизнесе, который вы будете строить так сами, вы деньги так не будете забирать в чистую, потому что бизнес это всегда, ну, огромное количество еще затрат, которых вы не видите. Поэтому если вы в чем-то талантливы, не надо думать об этом как о своем бизнесе. Ищите, кому продать этот свой талант, в каком бизнесе вы можете быть мега-классным и зарабатывать супер-пупер нормальные деньги, делая то, что вам нравится. Если вам нравится какой-то момент маркетинга, продаж там или чего-то там еще. Это вопрос вашего мышления, это вопрос вашей личной самооценки, это вопрос вашего понимания, хочу я денег или нет. Когда вы боитесь денег, и у вас есть эти все программы, вы находите любые отмазки для того, чтобы от денег избавиться. Это глупо, это не работает, вы туда не пойдете, это у меня не получится. Человек все время имеет огромное количество отмазок для того, чтобы это с ним не произошло. Я это вычисляю моментально. У меня часто бывает, человек мне какой-то говорит, знакомый или кто-то из рерайтовцев, говорит мне о том, что вот я хочу деньги, но... И когда я начинаю с человеком разговаривать, и у него сразу есть список, но я даже не лезу. Потому что пока он не проработает это все внутри себя, бесполезно, бесполезно что-либо делать. Вы говорите своей головой, и в это вроде бы верите, я хочу деньги, у меня просто не получается, запомните. Если у вас не получается, вы не разрешаете. А для того, чтобы вы разрешили, вам нужно осознанно залезть вовнутрь себя с пониманием проблемы того, что эта проблема во мне есть, и я хочу ее найти. И да, это будет не очень приятно, да, мне придется для этого поработать, но любое ожидание, любое действие гораздо быстрее любого ожидания. Вы должны это понимать. Потому что когда вы действуете, даже медленно, это гораздо быстрее, чем вы просто ждете. Я всегда повторяю одну фразу на протяжении всей своей жизни. Время все равно пройдет. Я пришла сейчас на реабилитацию своего плеча и своей спины, и мне говорят, три месяца тебе нужно ходить к нам каждый день. Ну, конечно, первая мысль раньше, я бы сказала, вы что конченые, каждый день по два часа, три месяца, вы что сдурели, что вы будете со мной делать. Но я же прекрасно знаю, что три месяца просто пролетят. Я даже не замечу, как они пройдут. Но через три месяца я могу быть здоровой, а могу ходить и по-прежнему ныть, что у меня болит плечо или спина. То же самое происходит со всем остальным в вашей жизни. Вы сами выбираете, как вы будете жить. Это ваш выбор. И кто-то ходит, вот я, например, запустила рерайтер жизни уже восемь месяцев назад, и кто-то все собирается, пишет мне, ой, с первого потока к вам собираюсь, а в декабре будет? А когда еще будет? Ну, если не умру, будет. Если умру, не будет. Кто тут знает, знаете ли, такая жизнь себе. Но вот это собирательство, откладывание – это ваша стратегия жизни. Вы куда это собираете и куда откладываете? Вы ждете, что что потом произойдет, что как-нибудь само, само не будет. Сегодня такое время, что жизнь требует от нас роста. Она требует от нас изменений. Все в мире меняется. Посмотрите на эту чудесную пандемию. Говорят, что нас опять закроют скоро. Нас вынуждают меняться. И это прекрасно, это замечательно. Чего вы ждете? Поэтому я могу рассказывать вам о деньгах много. Я сейчас… Ну, это просто информация для ознакомления, потому что я знаю, что здесь есть рерайтер жизни. 20 ноября я запускаю марафон только для тех, кто проходил рерайтер или будет проходить в ноябре, который называется «Денежный портал». Шестинедельная программа, где мы будем на глубинных уровнях специальными упражнениями и медитациями работать с нашими глубокими слоями подсознания и сознания тоже, для того, чтобы выковыривать, находить все эти наши денежные программы и заменять их. Удивительно, но когда я сама это все делала, я понаходила у себя еще ряд убеждений денежных, которые стали для меня сюрпризом. Я вам хочу сказать, что год назад у меня были очень тяжелые отношения с деньгами, потому что когда твое финансовое положение начинает ухудшаться, ты превращаешься в очень злого и агрессивного человека. И твоя агрессия, прежде всего, направлена на деньги, на людей, которые тебя эти деньги просят, и на все, что с ними связано. И это очень опасно, потому что когда мы попадаем в эту яму, нас с неимоверной скоростью начинают туда засасывать. И ты находишь, твой мозг находит тебе все объяснения, почему ты прав, почему не в деньгах счастье, почему деньги — это зло, и почему вообще люди, которые, как тебе кажется, зациклены на деньгах, ненормальны. Деньги — это всего лишь одно крыло. Я вам об этом повторяю. Мы живём в материальном мире. У нас есть с вами одно крыло материального, второе, безусловно, наше духовное крыло. То, ради чего мы хотим просыпаться. И прекрасно, когда мы можем летать, и прекрасно, когда мы можем использовать и своё душевное, духовное развитие, и материальный мир, в котором так много всего классного. И прекрасно, когда мы можем учить своих детей любить деньги. И прекрасно, когда мы можем получать деньги за то, что мы делаем, за ту пользу, которую мы приносим. Деньги – это классно. Попробуйте их полюбить, попробуйте с ними завести новые отношения, завести с ними роман, познакомиться с ними заново, поговорить с ними, извиниться перед ними, поверить в то, что у вас могут быть с ними классные отношения. Ну и, конечно, если вы хотите глубже во всё это погрузиться и начать вообще понимать немножко больше то, о чём я говорю, приходите на «Рерайтер жизни», это в любом случае наш первый шаг. Без «Рерайтера жизни» я дальше не общаюсь с людьми на более глубокие темы, потому что это очень важно изначально понять устройство максимально своих мыслей, понять устройство мира, понять, насколько важно наши действия, наши эмоции, насколько важно научиться это контролировать и перестать выливать весь этот грязь и негатив, которые из нас идут, как с этим работать, потому что я, например, сегодня у меня был такой момент какого-то внутреннего возмущения, какого-то внутреннего недовольствия. Я человек, который очень сильно зависит от звёзд, честно вам скажу. Вот эти вот все ретроградные Меркурии, Сатурны и Юпитеры. У меня есть замечательный чат в Телеграм, куда меня подключила прекрасная девушка, надо её, кстати, прорекламировать, и она каждый день присылает на день, значит, расклад там по звёздам. И, блин, я не люблю его читать, я его читаю по вечерам, потому что, когда я вечером читаю, я точно знаю, что там будет написано. Я очень чувствительна ко всем этим планетам, и у меня тоже есть моменты агрессии, моменты недовольства, моменты какие-то. Но как прекрасно, когда ты знаешь, как с этим работать, как хорошо, когда ты можешь сам себя не погасить, в плохом смысле задушить, а когда ты сам себя можешь успокоить, раздуплить, когда ты можешь это переработать и пойти дальше, это мега круто. Сколько будет стоить денежный марафон, скоро всё узнаете, недорого, дорогих цен у меня нет. Как понять, что ты проработал какой-нибудь денежный блок? Очень просто, начинают приходить деньги. В этом плане всё очень классно, потому что деньги начинают приходить быстрее. Вы начинаете видеть, когда у вас начинают прорабатываться все эти денежные вещи, деньги начинают приходить с самых разных каналов. Вам начинают какие-то долги возвращать, премии какие-то давать, предлагать вам какую-то подработку или новые проекты. Деньги начинают приходить через разные каналы, вплоть до того, что вы начинаете находить какие-то деньги. Ну, это очень такие иногда интересные моменты происходят, когда ты просто идёшь, там находишь на улице вдруг денег. Неважно, какие это купюры, главное, что это всё-то всюду идут, или кто-то предлагает тебе какой-то проект, или что-то там происходит. Деньги, вот энергия, она пробивает, это правда. Точно так же, как в какой-то момент вдруг откуда-то оказывается, что деньги всем срочно нужны, и тебе нужно какие-то долги брать, или вдруг какая-то возникает ситуация, куда нужны эти деньги. Точно так же происходит и в обратку. Поэтому, когда вы начинаете прочищать эти каналы, вы всё это видите. Так, вот сейчас, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как сделать, чтобы некоторые люди надо мной не издевались? Сделать очень просто, поработать над уверенностью в себе. Помните о том, что работаем мы всегда не над другими, а над собой. Это ваша позиция жертвы. Когда вы являетесь жертвой, то первое, вам кажется, что над вами издеваются, второе, действительно, люди, у которых есть такая потребность, находят себе жертву. А вы являетесь энергетической жертвой. Работать всегда нужно над собой. Это всё. Так, если денег не хватает, но иметь их больше, особого желания нет. Это нормально? Нормально всё, что вы считаете нормальным для себя. Если вы выбираете для себя бедность и ничтожное существование, это ваш выбор, абсолютно. Я вас не понимаю, я этого не принимаю и не уважаю, но, тем не менее, это имеет место быть в жизни каждого человека. Единственное, что всегда опасайтесь, поскольку жизнь всё-таки заточена на то, чтобы нас развивать, в какой-то момент она подбрасывает нам огонька, да, или огоньку, как говорят. И частенько это бывает такой огонёк, в котором вы вынуждены зарабатывать деньги. Как вы понимаете, это не самые приятные ситуации в жизни, поэтому будьте аккуратны со своими мыслями и со своими желаниями, потому что они имеют обыкновение осуществляться. Я приглашаю всех на марафон «Рерайтер жизни», который стартует 1 ноября. У нас сейчас ещё в продаже есть пробная версия стоимостью 5 долларов. Вы можете прямо сейчас перейти по ссылочке в профиле и присоединиться к нам. У нас уже работает чат, уже есть пробные задания. Мы пишем там книгу нашей жизни, мы учимся там, познаём самих себя, учимся распознавать и реализовывать свои желания и разбираться с тем, каким образом то, что мы с вами делаем ежедневно, создаёт нашу реальность. Ведь так оно и есть. Но для тех, кто захочет на денежный марафон, опять-таки это уже информация, вся будет доступна исключительно для тех людей, которые будут в «Рерайтере жизни» или которые есть уже в «Рерайтере жизни». Потому что я для себя решила, что не имеет смысла общаться с людьми без тех знаний, которые я даю изначально, чтобы мы могли говорить на одном языке. Спасибо всем огромное. Я вам благодарна за то, что вы приходите на эфир и буду вам очень благодарна, если сейчас после его публикации вы оставите несколько слов в комментариях. Всем хорошего вечера и до скорых встреч. Всё, схлопываюсь.